Это апреля. Руслан получает 11-месячную Еву. Ева, тебе дали крест, чтобы ты помнила про Бога, а не чтобы тебе было что грызть. Перестань, Бог этого не поймет. Это просто блог моей дочери. Мы записываем всякие прикольные истории из жизни семьи. Я все только хочу сделать из этого книгу. А у нее друзья уже пошли вперед. Они взяли и просто выкачали все записи ее из контакта и сделали ей книгу с подписью «Книга – лучший подарок», особенно если она твоя. 12 лет я занимаюсь тюремным служением. Как-то у меня была такая договоренность с Богом, потому что я говорю, короче, я живу вот так, и я не отказываюсь ни от одного ребенка, которого ты мне пошлешь. Он посылает, я принимаю. Мне очень коротко и ясно. Когда там люди закатывают глаза, говорят, «Ах, дети в тюрьме!» Этим детям вообще повезло, что они успели родиться в период следствия или там уже когда назначен срок. Руслан старший, у нас есть еще Руслан младший, но сейчас отсутствует. Нет, тебя не забыли. Ева. Единственная неповторимая в своем роде, да? Вот. Белла. Имя соответствует внешности. Амид, который пользуется тем, что тут как бы гости, и по этому поводу он просочился к компу, когда обычно ему не дают просочиться. Вот. Попугаи. Они у нас вместо телевизора. Комната бабушки. Ева тут сейчас, папа занимается. Мой папа. Кристина. Кристина, Кристина, улыбнись нам. Это отдельное здание внутри колонии, в которое, ну, такой, как детский садик, можно сказать, да? То есть три группы детских. Самые маленькие, то есть годовалые, и вот постарше уже двух-трехлетки. В три года ребенок уже колонию должен покинуть уже. Если есть семья, то ребенка забирают родственники. Это самый, ну, самый оптимальный вариант, однозначно, в данных условиях. Если семьи нету, то ребенок идет в детский дом, и он попадает неминуемо в базу данных для детей-сирот. Сразу было сложно. Сложно уехать из колонии, сложный вот этот вот разрыв. Она у себя в голове уложила, что вот у нее две мамы, что есть мама, я, и есть мама, которая там, и, ну, это, она у себя это в голове, как только недавно уложила. Есть женщины, которые, скажем, случайно оказались в колонии. Ну, какое-то одноразовое преступление. Если мы говорим о, как бы, статистике, это гораздо чаще, это изначально заведомо кризисная семья. И такой женщине сложно приспособиться к ребенку. И сложно с потом жизни этой семьи выстраивается. Хочется, чтобы Белла все-таки получила нормальное образование, нормальную жизнь, потому что ребенок уже все равно привык к определенному количеству внимания, вот, образу жизни и так далее. Хочется, чтобы эта планка не снижалась для нее. Мы с мужем никогда не исключали варианты, что у нас будут приемные дети. У нас просто очень рано свои появились. И тут сначала один, потом два. Я в детстве читала правильные книжки. У меня попался роман «Полоса отчуждения». Там рассказывалась история, как благополучная девочка познакомилась с двумя пацанами-беспризорниками, сбежавшими из детского дома. И он меня тогда очень зацепил сильно. Ну, настолько сильно, что я как бы на эту тему начала думать. И я с 14 лет ездила в детский дом волонтером. Мужчинам, какой бы идеальный не был мужчина, ему трудно в эту сторону начать думать, пока он не столкнется с конкретным ребенком, с конкретной проблемой. Как только познакомился с ребенком, все, уже ты на него включаешься. И как, ну, врать самому себе, что придумывают какие-то там, что есть государство, оно обязано. Там, ну, это как-то, не знаю, не по мне, что ли, как-то вот это. Мама, ну, я, вот сюда, поближе. Меньше наизнанку трать ниту. Меньше. Вот так, аккуратно, там, лови с той стороны. Ой, мама, смотри, какой. После колонии очень многих, ну, реальная жизнь приходится начинать с чистого листа. И чтобы у него были силы эту жизнь начать, то есть ему мало поставить свечку в храме. Ему надо понимать вообще, ну, вот, всю философию, вот, скажем, православной веры. Собственно, вот в этом моя, как бы, основная деятельность. И как раз меня заприметила тогда Беллина мама, и на том же, как бы, на том же отряде, и в той же группе был Саша. Понимаете, Саша, это он русский богатырь. Он русский. Он там, да, он там. Гуден Александр, ок, буагу. Он русский. Саша думает на русском. И он тут знает, как жить. Он уже в четыре года, он знает, как жить. Он прекрасно своим отличием пользовался. Тем, что он был единственный негритенок в Нижнем Новгороде. Это его вообще классно устраивало. Какая хорошая мама, может быть, если она сидит в тюрьме? Говорю, ее в тюрьму посадили не за то, что она была плохой матерью. То есть очень трудно в воссознании людей вот эти две вещи разрываются. То, что человек, совершивший преступление, это не говорит о том, что он обязательно будет плохо обращаться со своим ребенком. Мне потребовался срочно телефон. И пошли, купили, денег не было, купили самый дешевый. Прям самый дешевый. Там сказали, он для пенсионеров. Я открываю, там кнопка SOS. Прямо. Что такое? Нажимаю на нее, там сирена. Вау, вау. И эти вдвоем, Саша с Белой, друг на друга смотрят, ржут, бегут, одевают сапоги. Говорят, поверка, поверка, поверка. То есть это, ну, то есть как вот эти вот мамы их там во время. То есть вот сирена, вот та же самая сирена вот эта срочного созыва на плац. Делались, делались. Вот Белу с Сашей, это требовало очень большой подготовки, потому что, я говорю, мы не попадали по метрам. Стало понятно, что с пространством как бы уже тяжело, уже с опекой сложности. Стал вопрос с домом уже вот прям вот так вот. Мы думали с ремонта детских начать, но оказалось, ну, первую зиму, как въехали, у нас выпадал конденсат. То есть, ну, недостаточное утепление крыши, и в ремонте смысла не было никакого, потому что стало понятно, что по весне надо будет все просушивать, и летом утеплять крышу. На самом деле это страшная мясорубка, потому что дети, рожденные в тюрьме, у них очень часто судьба тоже очень сложно выстраивается. И велика вероятность, что ребенок тоже потом уже как бы попадает в зону риска. И для того, чтобы женщины не боялись отдавать детей под опеку, и для того, чтобы опекуны не боялись. Ну, над этой темой надо работать. Вот мы с вами сейчас сидим, работаем над этой темой. Тут еще комната заваленная всем и вся, то есть, тут будущий кабинет. Пока у меня там живет дочь, пока ее комнату заняла ворона. Петра, 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 Петра! Она вообще капец компанейская. У нас, мы вечерами с детьми иногда устраиваем поэтические вечера, то есть, там в гостиной садимся, читаем стихи, все такое. Ну, и там есть как бы такой условный центр, куда выходит человек, который читает. Она, в общем, как-то посмотрела, вышла на середину, села. Мы минут 15 были вынуждены слушать ее карканье, потому что она тоже как бы... То есть, она вообще любую движуху подхватывает. Нет, ну так нечестно, правда. Поешь, пожалуйста, со всеми. А, не хочу, это тихо. Не ешь, посиди просто, подожди, когда все остальные видят. А ты смотри, как он смотрится, классно. А скамейки видела? Нет, вон там. Ничего не видела еще. Ничего не видела, я давно не была. С ним приехали они уже когда в Африку, она с ним пошла в магазин. Она мне звонит, говорит, это, говорит, ужас, это, говорит, какой-то кошмар, говорит. Я, говорит, оттуда седая вышла. Он же, говорит, погромил полмагазина, он бегал, он, короче, там шшибал. Я думала, меня просто, говорит, там арестуют с ним. Я говорю, слушай, есть такая тема, он так себя ведет в магазине. Но я, говорю, нашла способ. Я ему даю тележку. Он катит тележку, и он занят этой тележкой. И я успеваю в это время покидать продукты в нее. Вот что он мне кричал. А Таня бы купила мне тележку. А Таня купила бы мне тележку. Не, ну скажу честно, думать про это тяжело. Думать про это тяжело. Просто, что там переживает ребенок, что там будет переживать, как все будет проходить. Я и не думал, чтобы так не свихнуться. А вот и не чувствовал. Саша бастует. Вот они в январе уехали. Саша каждое утро просыпается с текстом, когда мы поедем домой. Все, мы уже нажились в Африке, я хочу домой. Если они планируют свою жизнь с Россией связывать, ради чего вот эти пять лет кошмара. Для нас кошмар, для них кошмар. Мы хотим их обратно. Мы скучаем, мы тоскуем. Вот, я к Сашиной матери тоже очень успела привязаться. То есть я их готова принять. Мне есть куда их принять. Белла ворчит. Я вообще-то научилась сама разговаривать. И если я обчихую, не надо мне говорить всегда «будь здорова». Я сама обчихую, сама говорю «будь здорова» и сама не болею. Люди боятся взаимоотношений с родственниками, с биологическими. Там различные мифы есть, что там как бы там преступники, еще что-то. Вероятно, придется ребенка отдать и любить этого ребенка на расстоянии, пытаться помогать ему на расстоянии. Все это, конечно, вот это крупный минус, конечно. А как раз у вас через две недели, это? Не через две, а через месяц почти, мам. У нас 15 ноября, когда общинка. Да. А сейчас что? Беллиной маме надо учиться жить. Для начала она даже неграмотная в наше время, в 21 веке. То есть рано выдали замуж, и все, весь вклад жизни определял муж. Сейчас ей возвращаться никуда. Вот, мужа уже нет в живых, и ей просто учиться жить. Просто нормально построить свою жизнь. Там, не знаю, семью, еще как-то. Молодец, дай пять. Молодец. Все-таки ребенок из тюремного дома ребенка, это все-таки там плюс родители. Плюс мама, которая не лишена прав. Многие как раз вот снибируют детей, потому что боятся этого. Ну, бояться быть человеком, это что-то, это так, ну, как. Это какой-то странный страх такой. А вот, ну, это тяжело. Никто не говорил, что будет легко и здорово. Вот. Поэтому, ну, и страшно, и паника охватывает. И, мам, и тяжело. Я все время думаю, не ошибаюсь ли я. Ну, то есть я все правильно делаю, точно все правильно делаю. То есть я не это, не бегу вперед паровоза. Поэтому, ну, и поэтому я во всех ситуациях, так как говорю, просто, господи, если это мое, то помоги. Если не мое, то отведи. То, что должно случиться, оно случится. Главное, чтобы ты делал то, что ты должен делать в этой ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова